Здравствуйте, опять мы. Породка, что-то не фонтан. Решили вот опять заснять видосик. Много людей спрашивают, как поляки относятся к русскоязычным, к славянам, к каждому, к Украине. Я чисто хотел бы сказать или высказать, может, свое мнение, может, что-то не так скажу, может, для кого-то это покажется правдой, но я думаю, основная часть людей, то есть, согласится. Ну, как мне кажется, все поляки, такой народ, националисты. Очень трудно найти нормального работодателя, поляка, но его нужно искать, потому что, если работодатель будет в них болит, очень тяжело будет здесь работать. Как бы, не добьешься здесь ни денег, ни контрактов каких-то рабочих, то есть, умовы, умовы обратно, умовы в лицене. Не могу такого сказать, потому что к нам плохо относился наш работодатель. Это, наверное, единицы очень мало. В основном, они все корыстные, молодежь, ну, как бы, основная масса, как бы, всем все по барабану. Это уже давно забытое прошлое, никто не будет тебя тыкать пальцем, чтобы там, с России, с Белоруссии, с Украины. Ну, встречались такие люди, которые, как они любят говорить, то есть, если ты из Польши, говори по-польски. И все, им все по барабану, их не волнует. Ну, в основном, их не волнует, откуда ты, если ты хорошо говоришь по-польски, то есть, объясняешься с ними. Этого уже будет достаточно. Ну, что еще, то есть, английский, как таковое, они тоже особо не признают. То есть, ну, редко кто в магазинах, там, кто говорит по-английски или понимает. Может, даже если они понимают, этот английский, там, или русский, то никто не подаст твит. Это все в основном в кафе, потому что в кафе, в ресторанах, в барах. Потому что их обязуют это делать. Разговаривают на английском, очень много туристов, курортных городах. А так, если ты на улице сбросишь у кого-то там, как пройти по-английски, я думаю, навряд ли кто-то тебе поможет или подскажет. Вообще, такой тяжеловатый народ, тяжело подстроиться, мимо них, попасть в уголку. В принципе, у нас есть знакомые студенты, поляки. Ну, довольно-таки неплохо они говорят, общаются с беларусьми. Таковы там издевались, там, такого нет. Чтобы издевались там, ну, молодежью, там, из университетов. Я думаю, если бы студенты из Польши приехали бы на Украину, или в Беларусь, или в ту же Россию. Как бы, тут еще неизвестно, как бы ситуация у них бы сложилась, чтобы они не разговаривали по-русски, или по-украински. Так что это все зависит от менталитета. Как бы, в любой стране, как и в семье, не без уродов говорить. Так, в принципе, жить можно. Все устраивает. Вообще, Польша такая неплохая площадка для старта европейского такого. Начинать отсюда можно. Я бы даже сказал, что нужно, нам, что я легче всего. Нежели кто, и Германии там, куда еще рвут, в Испанию сразу. Испания тоже такая тяжеловатая страна. Английские они тоже не признают. Все говорят по-испански. Не нужно именно Польшу брать в расчет сразу. Можно рассмотреть другие страны, как отношение к людям. Я думаю, просто очень много сейчас на данный момент говорят о Польше. Польше, Польше, Польше. Поэтому столько внимания ожидается. Вот так, в принципе, как я сказал, жить можно.